здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала меня зовут светлана для тех кто еще не знаком с моим каналом мой канал о прекрасном о цветочках комнатных о даче о путешествиях а те кто любит красоту оставайтесь со мной сегодня я хотела бы вам показать свою вечно цветущую бегунью который я еще сняла 26 ноября вот так она выглядит перед вами такая шикарная с множеством цветочков она прямо цвела цвела я не хотела ее обрезать но благодаря опыту моим подписчикам подписчиков которые меня мотивируют я тоже конечно же понимала что нужно это сделать чтобы ее обновить и чтобы она набралась сил сейчас перед вами я показываю уже обрезанные череночки у меня их получилось предостаточно больше 37 и сейчас вы уже видите как я постепенно постепенно это растение уже обрезала пенечки торчат вот видите вот и постепенно я его конечно же обрезала вот почти почти до самого низа вот пеньки теперь это растение конечно полностью обновиться и в дальнейшем его можно опять высаживать и на дачу и можно и дома любоваться на своем окошке черенков оказалось много я решила провести такой эксперимент алло и у меня вот в одну баночку я накапала в другую меда добавила у а 3 3 3 3 чашку я просто налила воды и поставила поставила в обычную воду как видите написала дату вот я поставила под подсветку правда там они не все время стояли я потом на другое окно переместила мне так периодически у меня это получается так потому что я люблю переставлять мы в общем понимаете меня это уже кустики после 22 дней 22 дня прошло вот так вот такие кустики у меня уже обновленные уже вот посмотрите от росточки пошли в рост такие кустики свеженькие молоденькие листики пусть растут и радует меня наша задача сейчас сохранить это растение до весны ни у кого есть дача тут меня понимает как красиво и эффектно будет это растение смотреться на даче а вы уже размножили свою вечно светущую пигонию какой ваш опыт как вы укореняли укореняете в обычной воде или а корнеобразователи добавляете поделитесь своим опытом в комментариях мне очень интересно вот я сейчас вам покажу результат укоренения сначала я вам покажу как они укоренились в алое вот такие корешочки получились очень даже неплохие результат меня порадовал второй вариант это в меде вода мутноватая и ни одного корня я не нашла да как видите корней корней здесь нет я еще поняла свою ошибку в том что этим старенькие черенки можно было их еще покороче сделать тогда бы лучше был результат возможно не знаю очень старые черенки могут очень долго укореняться и или вообще загнуть такой результат тоже бывает как видите в воде вполне нормально упустили корешочки черенки и это самый простой способ укоренять в обычной воде и успех конечно же будет всего один черенок не пустил корешочки и один слабенько остальные все укоренились в меду я теперь уже не буду укоренять и для меня этот способ поэтому я выбираю укоренять черенки либо в воде либо в воде с добавлением алоэ сока алоэ замечательное средство так что друзья экспериментируйте пробуйте укореняйте можно добавлять и корневин немножечко в водичку в общем вы знаете а кто не знает воспользуйтесь такими простыми способами пишите комментариях свои мысли делитесь своим опытом возможно кому-то он пригодится благодарю вас за то что вы посмотрели это видео ставьте лайки кому понравилось всего вам доброго до новых встреч с вами была я светлана пока пока